Добрый день, уважаемые коллеги! Я подумал, что здесь могло быть любой из вас, поскольку каждый из вас имел опыт игры, каждый из вас строил из кубиков, каждый из вас внутрь той постройки, которую в детстве создавали, помещал фигурки, и там были отношения, текли отношения. В этом смысле вы создавали будущее, и в контексте речи предыдущего оратора Николая Евгеньевича вот это пространство детской реализации каждый из вас находился. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Здесь играли три ребенка, и они ушли. Конечно, возникает тема уборки, но это не то, о чем мы сейчас будем говорить, хотя про это можно говорить и много. Играли дети, один ребенок семилетнего, другой шестилетнего, другой пятилетнего возраста. И до того, как они пришли, был пустой коврик, была пустота. Но вот они пришли, и возникло то, что возникло. Более того, то, что возникло, оно изменялось в течение игры, которая длилась полтора часа, порядка пяти раз перестраивалась. И вот эти три ребенка очень активно работали с пространством. И если вы внимательно посмотрите на эту фотографию, то вы увидите, что все три ребенка очень разные. Вы увидите, что здесь есть один ребенок, который точно совершенно очень ценит коммуникацию, и для него важны отношения. И вы, конечно, поняли, что это центральная постройка, потому что именно от нее тянутся дорожки, тянутся мостики к двум остальным. Более того, один из этих детей явно совершенно не готов выстраивать отношения вовне. И он достаточно эгоцентричен, в том смысле, что его мышление устроено таким образом, что он ткет жизнь как бы только из себя. И вы видите вот эту вот готовую заготовку, которая просто поставлена. И это замок, такая скульптурная постройка, в которой нет внутреннего постранства, там вообще нет отношений внутри. Вы видите, опять же, на центральной постройке лесенки, которые ведут вверх. И вот это вот движение вверх, оно зафиксировано, и оно как бы никуда. Там есть небольшой тупик, и непонятно, куда движется. Вы видите на дальней постройке вход, в котором стоит он сфинкс, а дальше непонятно стоит трон, и этот сфинкс охраняет этот трон. И мы примерно можем предположить, кто находится на этом троне. А теперь буквально несколько слов. Вот посмотрите, пожалуйста, на то, что сейчас изображено на слайде. И как вы думаете, что это? Это дерево. Это что? Это фрагмент дерева. Четверть круга, спасибо. Сегмент. Вы очень образованные люди. Кусочек сыра. Кусочек сыра, спасибо большое. Да. Ну вот началось. Да. Дело в том, что действительно, когда ребенок моделирует, когда он работает с пространством, то практически каждая деталь, или любая деталь, может иметь индивидуальный смысл для него. И это принципиальное отличие конструирования от моделирования. Более того, ребенок конструированием в игре никогда не занимается. Конструирование – это искусственная производственная деятельность, часть технологического процесса, скорее всего, где каждая деталь имеет свое значение. Если мы возьмем с вами лего, и возьмем схему, и будем собирать по схеме, это чистой воды конструирование. Причем очень хочется собрать так, как на схеме. И зачастую дети очень расстраиваются, когда они не точно схему считывают. Но вы знаете, что есть дети, которые из лего строят из головы. которые строят свое. Когда они переосмысливают этот набор в своих целях, в своих задачах, в своем замысле. И тогда каждая деталь имеет индивидуальный смысл, для него очень важный. Так вот, если мы говорим о пространственном моделировании, то оно так устроено, что позволяет ребенку удваивать этот мир. Собственно говоря, игра – это и есть удвоение этого мира. По сути дела, это создание нового мира. Тот первый слайд, как вы понимаете, больше этого никогда не будет. Дети это разобрали, и это никогда не случится. Если бы я это не сфотографировал, мы бы не смогли с вами это рассмотреть, и более того, мы этого никогда бы не смогли повторить. А потому что это неповторимо. Ну, повторима работа по схеме, безусловно, потому что там есть технология. Там поработали технологи. Это особый тип мышления, технологическое мышление. Так вот, посмотрите, какая интересная вещь. Пространственное моделирование или модель для ребенка – это есть возможность, это обеспечение возможности стать творцами этого мира. Они создают новый мир. В этом смысле они сотворцы. Это не какие-то, так сказать, такие абстрактные слова. Вы можете вот посмотреть на эти фотографии, вы можете понять, что все, что создает ребенок, обладает формой и содержанием, когда он строит в пространстве, когда он преобразует это пространство. И вот вы видите справа от себя странную конструкцию из глиняных кирпичиков. И вы, конечно, поняли, что это такое. Что это? Снежинка. Да, это совершенно точное попадание в те представления обыденные, которые существуют. Но я вам скажу, что это такое. Это водопровод. И ребенок пятилетнего возраста, он строил водопровод, и он объяснял эту свою постройку как водопровод. Потому что для него тема источника в данный момент была очень важна. И он создал модель этого источника, из которого раздается в разные стороны. При этом он, вы видите, тут достаточно симметричная конструкция. Видимо, он ее переживал. Так вот, что важно здесь, на что еще очень важно обратить внимание. Посмотрите, дети строят из каких-то больших конструкций, из кубов, и они по ним лазают, и они начинают встречаться со своими возможностями. То есть тема баланса возникает, тема теснот возникает, тема страха высоты возникает. А посмотрите справа, какая интересная ситуация. Дети маленькие построили выше себя. Тут еще будет такая фотография. Что за этим стоит построить выше себя? Является ли ребенок в данный момент единицей этой постройки? Это интересный вопрос, и про это можно тоже поразмышлять. Но посмотрите, как дети ее зарисовали. Это образ или схема? И вот тут это интересный момент. Кто-то сказал схема, кто-то сказал образ, потому что это и так, и так. Потому что здесь есть предельное упрощение того, что они увидели, и в этом смысле схематизация. Но с другой стороны, здесь есть отображение то, что они увидели, они схватили главное. И здесь есть образ. Образ этой постройки. То есть они увидели вот эту клетку, они увидели ритм, они увидели повторяемость. Хотя она не точная с точки зрения, откуда они смотрели, сбоку, сверху. То есть это вопрос еще. Так вот, как развивать те пространственные представления, те смыслы, которые у ребенка есть, те индивидуальные смыслы, которые у ребенка есть. Ну, с одной стороны, они развиваются сами, если ребенок находится в культурной ситуации. Если рядом находятся взрослые, которые позволяют ему манипулировать теми предметами, к которым взрослые относятся со значением определенным. И мы видим, что пространство постепенно, постепенно, постепенно ребенка раскрывается. И как-то на одной из конференций я говорил о том, что часть детей, некоторые дети, очень любят строить тюрьмы. Они очень любят строить замкнутые конструкции, у которых нет окон. И грамотные психологи или грамотные воспитатели, увидев такое, обескураженно начинают всячески пытаться раскрыть эту постройку. Стучаться, приходить к котеночкам, а как он туда попадет? То есть ребенка, как бы вовлекая в некоторое проблемное поле. А ребенку нужно пережить ситуацию замкнутости. Ему нужно пожить с этим. И вот если бы мы с вами понаблюдали день-два такого ребенка, то мы увидели, что он бы нашел ресурсы для открытия этой постройки. Потому что вот эта однообразная заключенность и открытость только вверх, хотя некоторые дети сверху кладут картонку, она ему надоедает. Он ее, в конце концов, осваивает сам. И не надо туда стучаться, и не надо туда пробиваться. И мы видим последнюю вот эту вот постройку. Вы такие постройки видели у себя в группах, наверняка, где идет предельно точная, подробная детализация. И когда вы начинаете с интересом к ней относиться и спрашиваете, слушай, что это у тебя такое? А вот здесь вот у меня машинка, вот здесь она подъезжает. А это что? А здесь вот живет Маша, а здесь живет моя бабушка, а здесь живет человек-паук, и он может перепрыгивать, ну и так далее, и так далее. То есть дети достаточно подробно начинают вот эту свою детализированную, детализированные постройки нам рассказывать и нам объяснять. Но в какой-то момент ребенок научается строить таким образом, что мы приходим и нам все понятно. И это высший пилотаж. Это то, чего очень важно достигнуть, когда содержание и форма как бы сливаются, и они становятся для нас абсолютно понятными и ясными. Итак, как развивать вот эту вот форму и содержание? Ну первые линии, их всего пять. Первые линии – это работа в разных масштабах. Ребенок должен и может работать в разных масштабах. Что такое кромешная тьма? Он может понять, только забравшись под стол и обложившись подушками и свесив скатерть или одеяло и пережить вот это состояние полной погруженности во тьму. И тогда будет понятно вот эти вот раки по через глаза и во мраке лазали, что такое мрак. Если он играет в маленькую, для маленького котенка или для маленькой куклы, вряд ли он поймет, что такое мрак. Вряд ли он это переживет. Вряд ли он поймет, что такое щель и вряд ли он увидит лучик света, который попадает внутрь этой постройки. Но тем не менее, ребенку нужно иметь вот этот вот опыт строительства для солдатиков, для маленьких существ. Посмотрите следующая фотография. Как вы думаете, что является единицей этой постройки? Являются ли дети единицей этой постройки? Могут ли они в нее войти? Ну нет, не могут. Но тем не менее, они строят выше себя. Они пытаются немножко превзойти свой рост. И я очень много раз встречался с этим, что для детей это просто вызов построить выше себя. и когда им получается еще и табуретку поставить, встать и еще сверху положить, это восторг, неописуемый восторг. Единственное, что так как это травматично, что в детских садах детям не позволяют это делать. Посмотрите, следующая ситуация. Там дети уже точно совершенно единицы той постройки, которую они сделали. Это рамочная конструкция, это семья, вы видите, мальчики спят на диване, это естественно для мужчины. Девочки хозяйничают на кухне, занимаются всякими делами, но границы этого пространства они для себя выделили сами с помощью деревянного конструктора. И посмотрите, что происходит дальше. То, что с ними происходит на улице, когда они конструируют из деревянных кубов, из лестниц и трапов, там они уже точно совершенно являются единицей, но они там не просто зажатые в отношения, а они там сталкиваются со своими возможностями. Вторая линия, предельно важная, это то, о чем говорил Николай Евгеньевич, это взаимопризнание детьми друг друга, но это не то взаимопризнание, к которому мы привыкли. Ребята, посмотрите, пожалуйста, какой Вася нарисовал рисуночек. Это не взаимопризнание, и все говорят, да, но они же хорошо относятся к Елене Петровне, поэтому они точно совершенно скажут, что да, это хорошо. А как построить такую ситуацию, в которой бы дети приходили, смотрите, смотрите, Васька у нас построил сегодня это, а Василий при этом говорил, что слушайте, а Маша мне помогла, и она вот умеет делать то-то и то-то и то-то. Как построить такую общность детскую, в которой бы было взаимопризнание детей в деле? Почему это так важно? Если не будет социального признания, то личность начнет отсиняться и уходить куда-то очень глубоко, и она становится, станет очень, ну как бы, такой конфликтной, и она не сможет выстраивать отношения, потому что неприветлива, неприветлив в социум. Третья линия, важная, это возможность ребенку наблюдать то, что вокруг него происходит. В Альмитевске мы очень часто выводим детские сады, группы из детского сада в разные места города. Более того, мы пытаемся зайти изнутри, как бы с обратной стороны, то есть со стороны склада в магазин, со стороны ординаторской в медицинское учреждение, со стороны склада или стеллажей в библиотеку и каталогов. Это очень важно, потому что, ну, с одной стороны, это представление о родине, оно как раз из этого строится, когда я вижу то, что я привык видеть изнутри. И тогда патриотизм начинает возникать, и тогда укорененность начинает возникать. Это с одной стороны. А с другой стороны, я начинаю знать нечто такое, что позволяет не выстраивать модель, причем как можно более точные модели. Мы много раз наблюдали, сходим в библиотеку, дети приходят, начинают играть в библиотеку, сходим в прихмакерскую, все, началась тотальная стрижка всех и вся. Для детей этот момент крайне важен, но дети еще это начинают не просто проигрывать, они начинают организовывать пространство специально для этого. ребенок живет в пространстве, во времени и в отношениях. И, соответственно, вот то, что вы видите справа от вас, внизу, это руины же, да? И это форма. И это продуманная форма. Для ребенка это как раз очень важное отражение того текста, который он и видел. Это фильм, который он посмотрел, собственно говоря, это тот самый текст, или мультфильм, который он посмотрел. И это и есть переживание текста, и способность выстроить модель текста. Еще одна очень важная линия, которую мы с вами должны выстраивать для того, чтобы пространственная модель становилась все более и более детализированной, это предоставлять ребенку возможность риска. Я очень горд этим определением, которое здесь написано про риск. Но пока вы рассматриваете слайд, я скажу немножко про другое. Риск для взрослого родителя в данной ситуации. И риск для ребенка в данной ситуации абсолютно разный. Ребенок рискует в данной ситуации, возможно, своей жизнью, то есть или ребенок рискует своими переживаниями, ощущениями, он боится, может пережить боль. Родитель боится потерять ребенка, а воспитатель, когда видит эту ситуацию, он боится получить от родителя некорректную обратную связь. С одной стороны, он тоже боится за жизнь ребенка и, собственно говоря, за свою профессиональную дальнейшую карьеру. Там все время все разное и разное. И вот когда у взрослых очень много страха, ребенок вообще перестает развиваться. Он оказывается в очень жестко зажатой такой ситуации функционирования и линейных конструкций. Но при всем при этом взрослые все время забывают, что ребенок может упрощать препятствия. Он может уходить, с одной стороны, от риска и его не обострять и находить какие-то эффективные способы и придумывать нечто такое, чтобы быть немножко в безопасности. Есть дети, которые идут на рожон, но, как правило, это те дети, вокруг которых очень много страха. Вы это знаете. и последняя линия крайне важная это линия, связанная с рефлексией. С Николаем Евгеньевичем вот в кулуарах мы сейчас говорили, он рассказывал про практику анджи-плей, которая мне очень дорогая, понятна, в китайской районе анджи реализуемая. Так вот, он говорит о том, что рефлексия идет как бы в двух планах все время, то есть в плане там, в плане того, как сделано и в плане отношений. Мы выделяем в Альметьевске с воспитателями пять планов, в которых можно вести разговоры с детьми после прогулки, если эта прогулка была насыщена работой с вариативными формами. Когда дети действительно строили, перестраивали, меняли, договаривались, снова строили, то есть у них постоянно возникали новые замыслы и новые решения. Я уже отсмотрел огромное количество видео с тем, как дети изобретают новые способы переноски, передвижения и сочленения разных конструкций. Так вот, риски, технические решения, правила отношений и представления о себе это те пять тем, которые наши воспитатели очень часто затрагивают и должны затрагивать после прогулки. в каких формах? Ну, с одной стороны, дети смотрят видео, у нас есть потрясающее видео, очень смешное, когда дети склонились перед экраном и они видят, как двое детей выстраивают балансир, ну, лежит доска на бревнышке и они выстраивают балансир и там произошло смещение и они кричат туда в экран подвиньте, подвиньте, ну, то есть для них это как бы понятный способ, да, но они немножко недооценивают ситуацию, примерно как у нас второклассник, когда надел маску, позвонил домой, мама, смотри, какую маску я сделал, то есть это такой эгоцентризм легкий, да, который детям очень, ну, как бы, сложно преодолевается, особенно в ситуации гиперопеки. так вот, вот эта вот рефлексия крайне важный момент. Мы столкнулись с тем, что дети теряют интерес к материалу и к играм и хочется все время наполнять, наполнять и наполнять новым и новым материалом, но на самом деле не нужно ничего наполнять. Если мы проводим рефлексию с детьми, если дети зарисовывают то, как они гуляли, если дети рассказывают, как они гуляли, если они видят видео, как они гуляли и педагогам какие-то ключевые моменты показывает, им интересно возвращаться на игровую площадку и улучшать, и усовершенствовать то, во что они играли. Ну, вот это то, о чем я, собственно, говорил. То есть, для чего вся эта история? История это для того, чтобы человек полностью использовал тот ресурс, который ему дам. Не жил в линейной программе, продуманной, ему это не понадобится в дальнейшем. По задуманной линейной программе будут жить роботы. Человеку нужно стать творцом сейчас, для того, чтобы быть конкурентоспособным. Человеку нужно стать творцом, чтобы себя уважать в будущем. И маленький бонус в конце. У всей этой истории, строительства из деревянных блоков, есть тема, которая была разработана ученицей Венгера, Верман Гиммана Брофман, это архитектура Папа Карла, да, когда дети зарисовывают в трех проекциях то, что они построили. Мы сделали трафареты практически под весь конструктор, вот тот деревянный, с которым дети работают в группе. И интересная вещь. Ну, во-первых, дети более интенсивно начали зарисовывать то, что они строят. Сначала они зарисовывают это схематично, потом это все превращается в образ, потому что они это все начинают оживлять и дорисовывать. Это с одной стороны. А с другой стороны, они действительно начинают догадываться о том, что им не видно. И это очень важный момент. И Вера Владимировна, мы много с ней общаемся, разговариваем, она говорит, ребенок постепенно, залисовывая в трех проекциях, начинает вращать предмет внутри, в своем воображении. У него возникает объемное мышление. Более того, происходит опосредствование. То есть он переносит эту способность не только на моделирование, не только строится из кубиков. Он начинает так рассматривать разные понятия. Это как раз та удивительная способность мышления, когда мы можем рассмотреть явления во всех отношениях. Ну, здесь я хочу поблагодарить вас за понимание, хотя я не вижу вас практически. На слайде вы видите группу ВКонтакте, это детские сады Альметьевска, открытие каждый день. В этой группе регулярно публикуют детские сады свои открытия, описывают свой опыт. Если вам это интересно, вы можете зайти и посмотреть, как происходит это движение. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин